Хочу поделиться с вами тремя эффектными фокусами с подробным обучением на русском языке. По ссылке в описании вы найдете демонстрацию на каждый из этих фокусов и там же сможете получить подробное обучение на эти эффектные трюки. Расскажу лишь об одном из них. Там вы даете зрителю маркер и купюру, он подписывает маркером купюру и после этого вы показываете фокус, где маркер проходит сквозь купюру, которую только что подписал зритель. Ссылка будет в описании, там сможете вы получить обучение на каждый из трех трюков. Ну и конечно же переходите и получайте прямо сейчас, а потом возвращайтесь к этому видео. В этом фокусе я буду искать зеркальные карты. Если вы не знаете, что это такое, ничего страшного, сейчас постараюсь объяснить. Зеркальные карты это те карты, у которых одинаковое значение, одинаковый цвет, но разная масть. То есть смотрите, у нас есть семерка крести и у него есть зеркальная карта. Это тоже семерка, тоже черного цвета, но при этом другой масти, соответственно это семерка пики. Вообще найти такие карты в колоде не так уж и сложно на самом-то деле, но я попрошу зрителя мне помочь. Я попрошу его сказать мне стоп, например он сказал стоп здесь, и у нас будет девятка черви. И мы будем пробовать найти зеркальную карту для девятки черви. Соответственно девятку буби мы будем искать, я попрошу зрителя задвинуть ее в любое место колоды, например вот сюда. И давайте мы возьмем карту, которая выше и ниже девятки, ну чтобы у нас было побольше шансов. И одна из них по-любому должна быть зеркальной картой для девятки черви, при том что зритель мог засунуть девятку черви в любое место колоды. Это у нас пять буби. Ну кстати близко очень к девятке буби, но это не то что нам нужно, значит у нас есть второй шанс и это шесть крести. Так, что бы нам тогда сделать? Ну у нас не получилось, то есть в принципе виноват зритель, он просто засунул не в то место карту. В общем у нас есть пять буби и шесть крести. Давайте попробуем просто сложить значение этих карт. Шесть плюс пять получается одиннадцать. Вроде случайное число, да? Но давайте попробуем сделать следующее. Одиннадцать, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну отлично, я исправил зрителя и нашел зеркальную карту. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет очень эффектный, очень необычный фокус с картами. Вы уже видели его демонстрацию, если она вам понравилась, обязательно поставьте лайк. Ну и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новое обучение на фокусы. Ну а прежде чем перейти к обучению на этот фокус, хотелось бы порекомендовать вам магазин 54cards.ru. Огромный выбор карт, есть стандартные, есть дизайнерские, также есть мой фирменный набор Неро Янг. Все карты идеально подходят для фокусов, все они с прекрасным качеством, так что переходите по ссылке в описании и закупайтесь именно в 54cards.ru, ведь там быстрая доставка и приятные цены. Для этого фокуса вы берете любую пару зеркальных карт, я использую, например, 9 черви и 9 буби. Используйте какие-нибудь такие яркие карты, то есть где много нарисовано, будет лучший эффект, но при этом не советую использовать слишком заезженные карты, типа Туз, Пик, Дама, Черви, Дама, Пик, Король, Черви. Не используйте такие карты, потому что это может вызвать подозрения, а это случайная как бы карта, все окей. Также вам понадобится выбрать любое число и составить его из двух других карт. Я использую 11, 6 плюс 5, да, то есть простое число достаточно. И теперь нам нужно укомплектовать эти четыре карты в колоде. Одну из этих карт, которые составляют число 11, я кладу под низ, вот так. Далее я отсчитываю это число, то есть число 11, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, но 11 картой пойдет одна из девяток, например, вот эта. Далее сверху я кладу вторую карту из этой пары и сверху девятку, то есть еще раз. Здесь у нас девятка, далее идет одна из карт, которая составляет число 11, далее раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять случайных карт и 11, еще одна девятка. И снизу вторая карта, которая составляет число 11, все. Это все, что вам нужно. Вы можете сделать несколько фальштасовок, фальшподснятий, их у меня много на канале, вы можете найти без проблем. Я объясню то, которое я делал в демонстрации. Стараюсь быстренько объяснить, чтобы не затягивать ваше время. Мы хватаем по стандартному, то есть чтобы перемешивать колоду, берем нижнюю часть приблизительно и делаем следующее. Слистываем одну карту, но чуть-чуть на себя, это будет наш маркер в последующем. То есть смотрите, мы берем примерно половинку, слистываем одну карту, это будет наш маркер. И накидываем все остальные карты, пока в руке не останется одна нижняя карта, потому что ее нам потерять ни в коем случае нельзя. Она остается одна, и мы кидаем ее сверху. Соответственно, у нас есть маркер, и у нас есть вот эта карта. Смотрите, что мы делаем далее. В этот момент мы объясняем зрителю, в момент, когда мы перемешиваем, мы объясняем зрителю, что будет происходить вообще, в чем смысл фокуса и так далее. Мы это все объясняем, и в этот же момент делаем эту перемешку. Потренируйтесь обязательно. В общем, далее мы вот так вот разделяем на маркере, делаем такой брейк. Слистываем одну карту, потому что она должна вернуться вниз. И скидываем вот так по чуть-чуть все, пока не дойдем до брейка. То есть так вот перемешиваем еще, грубо говоря. Как только карты заканчиваются, мы вот эту пачку, потому что здесь у нас верх колоды бывшей, кидаем наверх. Соответственно, все наши карты, что сверху, что снизу, остались, как и были. Но мы перемешали, ну, где-то центр и нижнюю часть. То есть, смотрите, быстренько покажу еще раз. Берем нижнюю часть. Слистываем одну карту. Это будет наш маркер. Дальше накидываем все карты, пока в руке не останется одна карта. Потому что ее нам обязательно надо положить сверху, так как она нам нужна в фокусе. Далее у нас есть маркер. Подрезаем прямо на нем, создавая вот такой разлом. Слистываем одну карту, так как она должна пойти вниз. Вот это все нам не нужно. Мы это должны просто замешать и дойти до нашего разлома. И скинуть его наверх. Все. Таким образом сверху все, что было в порядке. И снизу карта также на своем месте. Теперь мы готовы показывать трюк. Нам нужно навязать девятку черви. Я навязываю в этом фокусе самым простым способом. Здесь не нужно какие-то супер сверхнавязывания. Во-первых, потому что с помощью этого навязывания будет и удобно продолжить фокус. А это главное. То есть, смотрите, как оно выглядит. Скажи стоп. Запомни карту. Все. Тем более мы ее даже в открытую здесь кидаем. И у зрителя не будет возникать вопроса, почему именно эта карта. Он просто сказал, стоп, мы выбрали карту. Я ее тоже знаю. Теперь ничего страшного. Как это делается? Мы пролистываем пачку. Зритель говорит, стоп. Например, вот здесь. И мы берем верхнюю стопку и перекладываем в левую руку. Ударяем вот так. И показываем. Удар служит чисто таким отвлечением внимания. Немножко запутать зрителя, где был верх, где был низ и так далее. В скорости это выглядит максимально правдоподобно. То есть скажи стоп, здесь запомни карту. Все. Супер классно, супер четко. Это верхняя карта. То есть смотрите. Раз. Два. Можно ее сразу перевернуть, если вы на столе и вам это удобно сделать. После этого нам нужно поставить мизинец и положить ту стопку наверх. То есть по сути здесь у нас разделение. Вот у нас наши карты. Что мы делаем? Мы просим зрителя положить эту карту куда-нибудь в колоду. Но при этом мы ему немножко ограничиваем выбор. Каким образом? Вот у нас есть вот эта половина, которая под брейком. И ее мы закрываем указательным пальцем вот так, придерживаем. Тем самым у зрителя есть только пол колоды на выбор. То есть ему неудобно будет через наш палец что-то засунуть. Соответственно он засовывает куда-нибудь вот сюда. И здесь все на самом деле супер просто. Вам нужно нажать на эту карту и вытащить стопку одновременно. Тем самым произойдет следующее. Смотрите. Давайте я покажу чуть выше, прям максимально, чтобы вы поняли как это работает. Он засунул вот сюда, но брейк у нас вот здесь. Но если мы нажмем на эту карту, мы ее как бы резко вытащим, а эту приподнимаем наверх. И получается иллюзия, как будто здесь и лежала эта карта, а мы просто подняли стопку. Я надеюсь это понятно. Сложного здесь ничего нет, просто потренироваться. И опять же, когда вы это показываете, старайтесь опускать вот так вот колоду вниз. Потому что иначе зритель увидит толщину карт, где она находилась и так далее. После этого вы кладете стопку сверху, раздвигаете и берете верхнюю и нижнюю карту. Якобы случайные карты, так как зритель положил карту случайно. Но это наши две подготовленные карты. И здесь очень важно, левая стопка должна пойти наверх. Это обязательно. Иначе фокус не получится. Вот так. Кладем в сторонку. Здесь отыгрываем ошибку, то что мы просчитали, что у нас не получилось. Показываем одну карту. Не она, да? Не зеркальная карта, не девятка Буби. Вторую тоже не она. Немножко задумываемся и якобы выдаем случайную идею. Слушай, а если сложить значение этих карт? 5 плюс 6. Получается 11. Вот давай просто, вдруг повезет. То есть делайте это как будто это случайность, да? И отсчитывайте раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцатая карта, девятка Буби. Все, фокус заканчивается. Очень прикольный трюк, на самом деле. Мне он дико понравился.